Марк Твен Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Твен Наконец-то Дима Твенцов 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 Здрасьте. А это мы и на вас, да? На нас, да. Что, так приспичило нагадить, что даже до мусорки не дотянули? Ой, простите, пожалуйста, я не знаю, как это получилось. Это случайно. Да, конечно, случайно. Привыкли везде свинарник разводить? А вы не расслышали? Я только что извинилась. Угу. Извинились они. Вы свои отходы дома тоже в окно выбрасываете, да? А вы за своими отходами следите, да? Надо так ореть, что уже полкабины нам заляпали. Счастливого пути! Ириша, как ты думаешь, может дворники выключить? Да что ж ты творишь, а? Вот зараза, ты представляешь? А я вам о чем? Понакупают прав, думают, что им все может. Да не говорите, Михаил Иванович, наглости просто нет предела. Ну, бог с ними. Слышишь, Серег, а брат твой где? Вы вообще созванивались? Когда они будут-то? Да созванились прямо перед выездом. Сказал, что сюда собирается, только на мойку заедет. О, а вот и они. Легкие на помине. Легкие на помине. Физкульт, привет. Здорово. Ну что, заждались нас? Есть немного. Привет. С дождением. Михаил Иванович, здравствуйте, поздравляем. Внучка, к сожалению, приехать не смогла. Сами понимаете, подготовка к выпускному. Ну, экзамены пошли. Но она обещала позвонить, поздравить. Ну, экзаменное дело святое. Иди сюда, брат. Сто лет я не видел. Слушай, ну ты потрясающе выглядишь. Привет. Юришка, здорова. Привет. Ну что, скажешь тоже. Ну, говори, что есть. Давай, рассказывай, что это твоя чудодейственная банановая диета? Она. Слушай, сброс мне ее, пожалуйста, а? Так я же себя вроде совсем недавно сбрасывала. Ты представляешь, не заметила. Бывает. Игорек. А что у тебя такая машина грязная? Вы же вроде на мойку должны были заехать. А, бац, так он решил на мойке сэкономить. Кризис. Чиновникам зарплату урезали. Да, Игорек? Да, брось. Не такой степени. Пап, там после мойки ситуация выскочила. Какая ситуация? Какая ситуация? Ага. Да, мы сегодня идем на рекорд. Еще не доехали, а уже сцепились. Здорово, вратильник! И тебе не хворать. Слышь, ты б освободили передал. Еще раз такой маневр и задний бампер будут бедные. Серьезно? Да вот так вот, да. Окей, хорошо. Но тогда и ты своему пассажиру передай. Что? Поаккуратней с бананами. А то полное ощущение, что обезьяна за рулем. Что ты сейчас сказал? Повтори. Будь здоров! Слышь ты, плафон! Ага. Ну хорошо. Пристегнись, мать. О! Ралли Париж, Варварка, Дакар выходит на финишную приму. А дождичка тут давно не было. Это хорошо. Ха-ха. Серёня. А? А прибавка газ. Ага. Ага. Аккуратней, аккуратней. Я аккуратней, я аккуратней, Игорь. Ну так еди по дороге. Если б я ещё видела эту дорогу, ты её видишь? Слушай, а какой удачный сегодня денёк всё-таки? А? А я и ехать не хотела. Ну так и я тебя о чём? Ха-ха-ха-ха. 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 Всё, всё, там вози. Всё. Ирунь, может дворники всё-таки включить? И самое обидное, пап, мы же почти доехали. Уже на грунтовку свернули, и перед нами фура выскочила. Да ты что? Представляешь что ли? Я вначале подумал, что это ты. Я сигнал этим гонять не алё. Там какой-то больной за рулёк. Виляет, музыка орёт. Пьяный, наверное. Ужас какой-то. Да, у нас тут таких дебилов хватает. О, пап, точнее не скажешь. Михаил Иванович, можно вас на минуточку? Ну? Здрасте, соседи. Здрасте. Здрасте. Хочу вас совета спросить, что вам подарить на день рождения? Боюсь, такого подарка ты мне не сделаешь. Ну почему? Мне для любимого соседа ничего не жалко. Ну тогда сделай так, чтобы я тебя здесь больше не видел. Без проблем. Я же вам сколько раз говорил, продайте мне свой дом с участком, и больше меня не увидите. А вот это не хочешь? Ой. Размечтался. Бать, бать. Музыка. 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 До свидания. Музыка. Завелась заразой, не выведешь. Да ладно, бабь, перестань. Да, пап, чего ты? Зла не хватает. Ой, так ну не расстраивайтесь, Михаил Иванович. Ну у вас же праздник. Праздник, праздник. Испортит настроение. Ну что, мы сейчас вам его поднимем, а ну подержи. Погодите. Что? Дорогой вы нашли. Все мы знаем, какой у нас большой труженик, да? Да. А человеку же нужно не только трудиться, а и отдыхать. Поэтому это вам. Для приятного отдыха и полезного сна. Так что спите спокойно, в хорошем смысле этого слова. Спасибо, Катюш. Спасибо. Поздравляю, батя. Спасибо. Катюш, а это такая же, как в прошлом году, или я что-то путаю? Ириша, ты путаешь. Это эксклюзивная модель, это с пухом тибетских гусей. Ну надо же, с пухом тибетских гусей. Я даже представить тебе не могу, что это за прелесть. Ну, Михаил Иванович, теперь будете спать, как олигарх. Да перестань. Ну что, Игорюша, давай теперь вручай наш подарок. Да. Да что же вы на пороге-то все? Пап, ну, прости, что без упаковки. Мы долго думали, что тебе подарить и решили, что в такую жару лучший подарок – кондиционер. Кондиционер? Ну, конечно, не сам кондиционер, а сертификат на его установку. С днем рождения. Спасибо. Поздравляем. С ума сошли. Он же кучу денег стоит. Вы что? Ну, Михаил Иванович, при чем тут деньги? Нам же для вас ничего не жалко. Поздравляем. Да. Ну, спасибо. Ну, что же мы стоим-то? Давайте, проходите. Давайте, заходим в дом. Вот, надарили, а. Ну, Михаил Иванович, все-таки праздник, все-таки день рождения. Надо в холодильник сразу. Серёнь, а куда ты пошел? А наш подарок подарит. Подожди, Катюш, а разве вот это чудо из тибетских гусей – это не ваш подарок? Да что вы, Михаил Иванович, это так для здоровья, а подарок у нас совсем другой, да, Серёнь? Ага. Ну, так что, кто скажет – ты, я. А? Давай ты. Ничего, что ты у твоего папы день рождения. Катюнь, ну, это же была твоя идея. Не хочу у тебя лавры забирать. Уверен, да? Угу. Ну, смотри. Дорогой Михаил Иванович, вот что для человека самое главное в жизни? Серёня, что? Здоровье? Здоровье? Ну, конечно, здоровье. Чего ты спрашиваешь? СМЕХ Поэтому мы решили подарить вам медицинскую страховку в лучшей клинике нашего города. Ребята, вы серьёзно? Да, батя, на год? Или на полгода? А ты какую купила? На год, Серёня, на год. А? Ну, вы даёте. Николай Иванович, мы так за вас рады. А чё стоим? Вручай. Так я же, ты. Что такое? Забыл? Да. В машине? Дома. Супер. Барапаев. Ничего ему нельзя доверить. Простите. Он завтра приедет, привезёт. А возьмите пока тортик. Спасибо. Поздравляю. Ребята, я извиняюсь, а у вас с подарками всё? У нас, да. А у вас? У нас всё. Так что, можете всё-таки переодеваться? Идём. Вы меня прям в краску погнали. Да ладно, батя. А потом у меня же не круглая дата. Ой, Михаил Иванович, по здоровью надо заботиться не только по круглым датам. А потом у вас же теперь кондиционер, это ж сквоздяки, да, Ириша? Да, Кать, да. Молодец. Я понял. Вы меня завалили дорогущими подарками, чтобы я не ворчал, что вы редко приезжаете, да? Пап, ну чё ты? Да перестань, батя, мы же от чистого сердца. Ну конечно, Михаил Иванович, мы же вас любим и бережём. Переодеваться. Ага. Что? Кать, ну какая страховка? Медицинская. Ты плохо расслышал? А ты в курсе, сколько она стоит? Варапаев, тебе слово давали? Чего ты там проблеял? Не хочу я отнимать у тебя лавры. Вот и не надо меня теперь виноватой делать. Катьюнь, ну я не это хотел сказать. Ты же вообще ни черта не хотел сказать. Стоял там, глазами своими хлопал и смотрел, как они нас жматами выставляют. Дорогой Михаил Иванович, нам для вас ничего не жалко. Берите богемам, блин. Ещё надо посмотреть, что там за кондиционер. Купили, наверное, самый дешёвый. Да ещё хорошо, если купили. Мы тут спёрлись в какой-нибудь госзакупке для детского лагеря. Ничего не меняется. Да что ж зависть с людьми дел? Да, это смешно. Тебе смешно, Игорь? А мне нет. Мне страшно. Я не удивлюсь, если они за нами следят, по магазинам за нами ходят, а потом подсчитывают, сколько же мы потратили. Игорёша, разомни, ноги так затекли. Ой, Ирунечка, что сделаешь? Вот такие родственнички. Их обратно в магазин не сдашь. Ну, ладно бы, если бы мы их провоцировали, Игорь. А то ведь так на ровном месте сами себе вырыли яму. Ой, вот так хорошо. Ну-ка. Мне кажется, у меня нехватка кальция. Железа, Ирунечка, железа. Как раз. Да не, Кать, наверное, все-таки ты права. Это я как-то сразу не сообразил. Ну, не сообразила. Ну, что, правда я ничего не мог придумать? Сказал бы, дорогой папа, дарим мы тебе музыкальный центр какой-нибудь. Или там хлеборезку. О, у тебя же стоит нераспечатанное. Семенчуки на день рождения подарили. А что ты сама про хлеборезку не сказала? Варбаев, знаешь что? Что? А действительно, а что я про хлеборезку не сказала? Вот и у тебя клуша, да? Ну, зато Михаил Иванович рад был. А это самое главное. И потом, ой, что мы обетнеем от этой медицинской страховки. Да не, Катюнь. Ты у меня молодец. Что я без тебя делал? Я даже не знаю. Девушки, а вы на стол накрывать думаете? Иду, Михаил Иванович. Пол четвертого уже. Так, я пошла? Угу. Передевайся давай. Представления продолжаются. Ну, Ира, ну. Давай разборай вещи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА К сожалению, на данный момент все операторы заняты. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Ваш звонок очень важен для нас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значит так, а теперь слушай сюда. Ты либо оплачиваешь мне мойку, либо берешь сначала ведерко и моешь мне машину сам. Понял? Ой-ой-ой, старичок. Да у тебя денег не хватит мне заплатить. Ну, как-нибудь на связку бананов, лыночка. Ребенок не переставай. Что ты сказал? А у нас плохо со слухом? Прости, я не знал. Так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А тебе что, не нравится? Да, представь себе, мне не нравится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Интересный ты человек, братишка. Так я же могу с тобой по-другому поговорить. Ох ты, да? Ой, как я заинтриговал. Ну, так вы заходите в гости. Обязательно. Да это же потом без обид, все-таки второй этаж. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, вы знаете, перед тем, как пойдете, пожалуйста, переоденитесь. Жалко ваши дорогие вещи. Ну, вы знаете, мы как-то разберемся, в чем вас выпустят. Так, со второго. Так, вы мангал разжигать собираетесь или нет? Да, пап, конечно. Да, батя, секундочку, сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значит так, слушай меня внимательно. Я тебе два раза повторять не помню, слышишь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Родительский дом, начало, начало, ты в жизни моей надежный причал. Родительский дом, пускай много лет, горит в твоих окнах добрый свет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошая песня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Мы все вас очень любим, все вас очень уважаем. Я не представляю, как можно столько всего успеть сделать за каких-то 67 лет. Вы столько всего построили, вы столько всего хорошего сделали для нашей страны и для стран бывшего Варшавского договора. Договора. Спасибо. Договора. Вот. И я искренне удивляюсь, почему у вас только один орден героя соцтруда, а не, ну, скажем, 10. Ну, почему? У меня еще есть почетная грамота монгольская. Да, хорошо. Я хочу выпить за ваше богатырское здоровье. Мы знаем, как оно у вас крепкое, чтобы оно всегда таким оставалось. И та страховка, которую ребята завтра обязательно привезут, ни разу вам не понадобилась. С днем рождения. Спасибо, дочка. С днем рождения. С днем рождения, бать. Спасибо, дети. Расскажите о себе-то. Как же это? Да, нормально живем, бать. Я сейчас арбузы вожу, а Игорюк в администрацию штаны протирает. Ну, по субботам в баню ходим. Вместе. Естественно. А мы с Катюшкой на шопинг. И на шайбю. Естественно. Вот это молодцы. Молодцы. А что вы с собой бигуди-то не взяли? Какие бигуди, пап? Иронь. Игорь, ты же в прошлый век я не пользуюсь. Михаил Иванович. Да я про собаку, которую Серега с Катюшой вам подарили. Собаку бигуди. Собаку бигуди. Собаку бигуди. Собаку бигуди. Собаку бигуди. Ириша, тебе на день рождения подарили ноутбук. Ого, какая невиданная щедрость. Да мы тебе что? А вы кроме подушек что-то кому-то дарили когда-то? О, нет. Подушки для тебя слишком дорого. А знаешь что? Мы подарили тебе собаку. Какая собака? Ты обалдел что ли? Ну а если папа приедет, мне что реально собаку заводить? Смотри, не ляпни. Ладно, живи. Точно? Ну точно, но обещаешь? Клянусь. Игорек, ай вправду, что вы собачку с собой не взяли? Она бы тут на свежем воздухе порезвилась, поиграла. Сереж, да тут такое дело. Мы на днях пошли с ней в парк погулять. И ее одна девочка узнала. Картиночку передай. И? И оказалось, что это не бигуди, а альба. Да ты что? Она или потерялась, или ее украли. Да ладно? Да. Вот елки зеленые, я же ее по объявлению-то покупал. Ей мужик вроде прилично показался. Вот барыга. Да, Шарлатанов сейчас хватает. Так что Катюш пришлось отдать. Конечно, от сердца отрывали, привязались, конечно, к ней. О, вы же, ей же так жалко. Да. Ну ничего. А мы вам на Новый год точно такую же подарим. Только проверенную. Да? Да, Катя, да. Ой, курочка готова. Открыто? Салом алейкум хату. Здрасте, дядя Нуржан. Здравствуйте. 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 Все-таки пришел, да? Эй. Вы заметьте, в тот самый момент, когда мы курицу из духовки достали, а? Привет. Ты что, стоял, принюхивался? А ждал, да? Да нет. Я шел мимо. Думаю, дай зайду, поздороваюсь. Как мимо шел? Ты не с днем рождения меня пришел поздравить. Да ты что говоришь? Конечно, да, с днем рождения. На, дорогой, с днем рождения. Мари, ну, подарок разорился. Тостер. Это незаменимая вещь в быту. Он как будто немножко пригорел тут, а? Где загоревший? А, загоревший здесь. Это я проверяла, работает или нет. Ну, знаешь, нерабочек как может принести другому другу? Ну, и что? Работает? Чуть-чуть нет. Ну, починишь себя с тобой. Ну, что мне, возле двери долго будешь держать? Это некрасиво. Пошли, пошли. На, за стул приглашение. Так, садись, дядя Нурран. Катюнь, тарелки. Ой, спасибо, дорогой. Пожалуйста. О, спасибо. Спасибо, деточка. Это очень вкусно. Да? Да. Спасибо. Ой, спасибо. Так а что ты уселся-то? Давай тос сразу. Тос? Так и ж быть. Ну, что, дорогой друг. С днем рождения. Вот оно. Знаменитое казахское красноречие. С днем рождения, папка. Ой, спасибо. Для тебя, Барь. А что мне говорить тебе? Мы уже знакомы 25 лет. Ты что, не 25 лет? Что я о тебе думал? Я все уже высказал. Причем в разных выражениях. Ой, вспомнишь тоже. А что вспомнишь? Я такое могу вспомнить, что тебе стыдно станет. Да ты что говоришь? Да. Почему стыдно? Так вот, зашел я тут к этому деятелю чайку попить. Ну, рассказывай ему про то, как вы в этом году ездили на карнавал, в Рио-де-Ждейр, это все. Как вы участвовали в конкурсе латиноамериканских танцев, какие костюмы у вас были, как трудно было, как вы дошли до финала. Ну, и как ты меня позвал? Брехуном? Да нет, я тебя не обзвал. Я сказал, просто сомневаюсь. Ну, вот сомневаюсь, видите? Ну, подтвердите, дети. Ну, конечно, Игорюш, расскажешь. Ну, собственно, Серега, давай, это же не вышитую историю. День Мужан, день, дело-то как было? Мы с Катериной вообще ехать не хотели. Да ладно? Да, мать, правда. А Игорек с Иришкой нас уговорили. За что? Им огромное спасибо. Правильно, молодцы. Ну, вот видишь, теперь поверил? Теперь да. Так. А фотокарточки-то есть? Сама неверующая, а? Ну, сегодня же ребята привезли, ну. Вот. На. Да. В таком маразме я еще не участвовала. А мне нравится. Кто бы сомневался, главное, чтобы еще Михаил Ивановичу понравилось. Он будет в восторге. Игорь, тебе смешно, да? О, господи. Ух ты, не зря мы с тобой по пробкам тянулись. О, ребят, вы получаете из-под танцовки Леонтьева, а? Ну, оттуда, что ты спрашиваешь? Мы в Будуарчик? В Будуарчик. Мне там еще хоть от наглости смеяться. Иронечка. Может быть, у людей концерт Леонтьева самое яркое впечатление в жизни? Давайте быстрее, а то будем до утра тут сидеть. Слушай, Игорюш, извини, конечно, я просто пытаюсь понять, как эти бананы на себя натянуть. Ириша, сразу чувствуется, что ты костюмчики подбирала. Да, Катя, я подбирала. А еще хочу заметить, что я оплачивала эти костюмы, эту студию и фотографа. Поэтому тебе не кажется наглым еще что-то говорить на эту тему? Мне это кажется нормальным. Я хочу тебе напомнить, что это вы наплели деду, будто бы оплатили нам путевку в Бразилию. Так что мы продолжаем пользоваться вашими услугами, так сказать. Кстати, моделями сегодня будем работать совершенно безвозмездно. Так, ребята, вы готовы же? Мы да. Ну, мне студию пора закрывать. Давайте живее. Вы слышите? Давайте живее. Да слышали, слышали. Ну, если слышали, так давайте быстрее. Да, ребят, что вы там копаетесь? Ой, да не живи ты, сейчас бананы я паду. Катя, дай. Внимание, снимаю. Супер. Было? Все. Давайте еще с зонтиком попробуем, так будет лучше. Давайте с зонтиком. Давайте с зонтиком. Ой, Николай Иванович, а вы еще тот живчик. Да, в Бразилии бы девчонки вам проходу не давали. А потому что такая зажигательная музыка. Ну, конечно, это все Катюша. Это она нам открыла замечательный мир латиноамериканских танцев. Ох, Ивановичка, а я бы не влюблялась на твоем месте. По-моему, это ты первая пошла на латино для похудения. Да, ребята, это надо выкладывать на YouTube. Наконец-то председатель комитета по делам молодежи, физкультуры и спорта занимается чем-то похожим на дела молодежи, физкультуры и спорт. Тьфу, Сергей Михайлович, кто на что учился? О! 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 Какая у тебя семья красивая, а? Веселая, дружная. Ладно, пойду. Поздно уже. Подожди, я дружану посажу, что хватит. Не-не-не-не. Давайте, до свидания. До свидания, дядя дружан. До свидания. Ча-ча-ча-ча. Ха-ха-ха. Мачина. До свидания. Я тебя провожу. О! Блудная дочь звонит. О! Привет. До свидания, до свидания. Ты нормальный человек? Че ты молчишь? Не ори. Я тебя по-человечески попросил не ляпать про эту собаку. Ты вообще представляешь себе, что такое завести в доме животное? Да? А кто тебя в прошлом году просил ляпать, что я почетный донор? Ты себе представляешь, сколько я крови сдал, чтобы бате показать этот долбанный значок? Так, знаете что? По-моему, пора заканчивать этот дурдом. В следующем году мы будем приезжать отдельно. Боже, что я слышу. Оказывается, в эту крашеную голову еще могут приходить светлые мысли. Ну, должен же хоть кто-то в нашей семье использовать свою голову по назначению. Клевый бантик. Катя, мне звучит как тост. Красное и белое? Красное. Красное, прекрасное. Ох, Ирина Аркадьевна, вас так просто не объехать. Да вы уж постарайтесь. Чай не на фуре. Господи, как это все достало. А может, рассказать папе правду и все? Мне эту любовь к вам разыгрывать уже в отге. Ну, так возьми и расскажи. Ну, чего молчишь-то, а? А я возьму и расскажу. Да? Да. Ну, давай, сейчас батя вернется, возьми и расскажи. Мадам. Да-да. Легкая музыка. Ваше вино, мадам. И замечательный кабарет. Да, Люсь, ну, тут что-то прервалось, как всегда. Извини, да. Спасибо, спасибо, дочка. Ага. Пока. Папа, ты куда? Да уж спать пора, мне кажется. Как спать? А тортик? Ну, я не знаю, может, завтра. Что-то я устал маленько. Пап, ну, мы завтра уже поедем. Как поедем? Я думал, вы хоть еще денечек погостите. Ну, Михаил Иванович, у нас же путевка в Таиланд. Нам вещи собирать надо. Самолет. Послезавтра утром. Понятно. Вместе едете? Да не бывать. Нет. Мы ребятам предлагали, но у них там что-то... Ну, работа. О. Понятно. Ну, ладно. Ну, что ты расстраиваешься? Ну, прям... Как будто в последний раз увидимся. Ну, правда, Батя. Давай так. Традиционное фото. Тортик. И будем ложиться. Да? О, все. Мы вообще забыли. Становимся. Давай-давай. Становимся. Присаживайтесь. Запечелим так скетч. Эстонический момент. Давай-давай-давай. Законочка. Момент. Так. Внимание! Улыбайтесь. А что это было? Мне кажется, догадываюсь, что это было. А? А? С днем рождения, Михаил Иванович. Ты что здесь бабахаешь? Чего ты все село будешь тут, а? А это мой вам подарок. Количество выстрелов соответствует тысячам долларов, которые я готов прибавить. Первоначальница не за дом. Так, знаешь что? Вы не торопитесь. С детьми посоветуйтесь. Денег-то немало. А может, ты прав, а? Вот сейчас прям все брошу. Возьму и посоветуюсь. Конечно. Как вы считаете, дети, мне ему сейчас кирпичем бабахнуть? Или с дружьем в дом сходить? Михаил Иванович. Да пошел ты. Бать. Батя. Ай, ну отец у вас. Спокойной ночи. Это вряд ли. Да. Фееричное окончание. Не менее фееричного дня. Фу. 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 Убери его. Убери, убери его. Убери этот кондиционер. Катюня. Убери кондиционер. Катюнь? Ну? Какой кондиционер? Ну, этот, который... Фу. Фу. Боже мой. Это что, чайник? А мне снится, что это твои родственнички на кондиционере выезжают, уехать не могут. Блин. Восем утра. И что, над нами издеваются, что ли, а? Серёнь, убей их, пожалуйста, и свари мне кофе. Вы что, обалдели? Это мы обалдели? А кто? Это мы завели самовар в пять утра, да? Нет, это мы завели. Иди, твою мать. Папа. Батя. Батя. Батя, 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 Батя. Папа. Батя, 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 ты слышишь меня? Ты слышишь нас? Поднимай его. Аккуратно, аккуратно. Поднимай, поднимай, поднимай. Давай в кресло. Тихо, тихо, успеши. Игорь, что там у вас случилось, о господи? Папа сознание потерял. Скорую звони. Ага. Скорую звони. Ты как вот? А? Да что ты как-то резко в глазах уземнела? Серёнь, а что случилось? Батя, приступ. Ты знаешь, как вызывать с мобилки скорую? Дыши, дыши. Попробуй один, два, один. Один, два, один. Ну, как-то нормально. Жар как будто. Жар? Надо холодный, холодный. Что-то из холодильника может лёд. Компресс, компресс. Да, 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 правильно, правильно. Что правильно? Давай не съемь. Ана! О, Катя, один, два, один, это заказ рингтона. Попробуй два, два, один. Михаил Иванович, спокойно. Не спалывай. Сейчас будет хорошо. Дышите. Давайте вдох. Выдох, выдох. О, Катя, два, два, один, это чат знакомств. Ну, познакомься с кем-то. Вопроси какую-то скорую по мобильному. Аптечка в машине есть? Да, конечно. Скорую не дождемся. Быстро, не силь. Так, Михаил Иванович, родненький, у вас же в комиссии должно быть что-то. Да, карбаба, барбаба, махайте на себя. Дети. Да, пап. Да, батя. Вы это, выключите чайник. Я выключу. Да знаю я. Игрюша, а ты мою зарядочку не видел? Михаил Иванович, вы как? Ребят, ну, как я и говорил, ничего критического я не вижу. В принципе, все показатели в норме. А что это тогда было? Видимо, давление прыгало. То ли из-за жары, то ли из-за вчерашних возлияний. Поаккуратнее надо с этим. Хотя, знаете, в его-то возрасте нужно уж совсем поаккуратней. Если будут повторные рецидивы, делайте полное обследование. А пока не беспокоить, я ему дал успокоительного, пусть поспит. спасибо, доктор. Спасибо. Да не за что. Ребят, у нас вызов района оплачивается отдельно. А, ну, да, конечно, сейчас. Игореша, подожди, подожди, подожди. Какие деньги? У нас же страховка, доктор, есть в вашей больнице. Да, действительно. Я так понимаю, вызов скорой в нее входит? Да, конечно. Ну, несите, я перепишу номер. Дело в том, что мы забыли ее дома. Ну, это же не проблема, правда, доктор? Ну, да, ничего страшного. Можно по фамилии подтвердить. Называйте. Варапаев. Михаил Иванович. Варапаев. Михаил Иванович. Ну, сейчас по базе пробьем и будем оформлять вашего Михаила Ивановича. А, командир, на минуточку, можно. А, что же тут такое дело? Ну, собственно, что и требовалось доказать. Да. Спасибо. Спасибо, дочка. Ну, ты когда из своей Греции-то вернешься? А? Алло. Люсь. Люсь. Ну, что ты будешь делать, Весь? Знаете что? Давайте уже заканчивать этот дурдом. В следующем году будем приезжать раздельно. О, боже, что я слышу. Оказывается, в эту крашеную голову еще приходят светлые мысли. Ну, должен же кто-то в этой семье использовать голову по назначению. Это же прямо бантик. Ну, господи, как это все достало. Может рассказать отцу и все? Мне эту любовь к вам разыгрывать уже вот где. А ты возьми и расскажи. Я расскажу. Да? Ну, давай. Батя вернется и расскажи. Вот, значит, какая. Цирк они мне тут устраивают. Ладно. Будет вам цирк. Вы что, обалдели? Это мы обалдели. Нет, это мы завели самовар на пять утра. Нет, это мы завели. Батя! Попа! Батя, батя, батя! Поп, ты как? Как я? Лучше всех. Спасибо вам и нашей медицине. Доктор, я хотел с вами поговорить. Тут такое дело, понимаете? Да, конечно, понимаю. Вы что, думаете, я настоящий приступ от симуляции не отличу? Отлично. Что, справка на работу нужна? Ну, типа того. Так бы сразу и сказали. Пятьсот. А, не вопрос. Только дети мне говорите. Да, да, конечно, без проблем. Тыща. Ну, что ж, ребятки, давайте сделаем так, чтобы папкин день рождения запомнился не только ему, но и вам. Старый дурак. Хотелось бы в этом году не праздновать. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok